здравия желаю сегодня будет тест ножа меркатор к 55 к общая длина 200 миллиметров клинок 90 миллиметров толщина 3 миллиметра сталь 1.40 34 рукоять 110 миллиметров сталь с порошковым покрытием черного цвета замок бэклок вес 75 граммов страна производитель германия и работать сегодня буду постоянно в перчатках потому как и так понятно что такая тонкая рукоять естественно будет наминать в любом случае при любой работе но давайте данному ножу сделаем скидку потому как он явно не для силовых работ разрабатывался естественно в то время а начал производиться в такие были на и времена впрочем об этом всем я расскажу еще в обзоре веревка джутова 10 миллиметров посмотрим как он разрезает ее в руках как-то чуть-чуть то ли проскользнул когда я и не понял а теперь двойную то нет то я не понял разрезал он отлично эту же веревку порежу на плоскости да вот на плоскости конечно не очень прям удобно резать потому как клинок узкий нет никаких ярко выражено такого брюшка нет то прям удобным на плоскости рез не нажать не назовешь конечно но хотя зачем резать веревку на плоскости вот так вот это только делают в тестах я уверен более чем да просто неудобно работает маленькая часть клинка разрезает нож отлично режет он а по продуктам как он работает о это просто сказка кому интересно по ссылке в описании есть тест продуктовый этого ножа да не не до конца где-то перерезает просто потому что она геометрия для этого не предрасположена к такой нарезке а так вырезается он прям очень хорошо и последний кусочек еще раз попробовать перерезать в руках на весу как обычно это все и делается как режется веревка очень легко очень просто вообще беспроблемно да на плоскость вот какие-то последние волокна не дорезаются нужно именно придавливать как-то нож сильно высоко подымать вот такой вот маленький кусочек опять же на весу в руках элементарно теперь немного повеселее шланг садовый врезается хорошо но рукоять узкая и тонкая и он норовит как-то выскочит из руки его нужно как-то так сжимать со всех сторон чтобы он это не сделал сразу на первом резе это стало понятно врезается прям хорошо да не заодно не за два нажатия естественно речи не может быть потому как мы просто неудобно не та геометрия но врезание идет прям хорошая ну и нужно держать крепко нож в руке потому как повторюсь он как-то в ладони он пытается как-то провернуться да вот и первое врезание давлю на нож а он даже туда как-то не проходит не потому что он и плохо как-то заточено просто мне неудобно давить на эту рукоять чтобы погрузить его туда максимально внутрь материала вот вот сейчас сюда вот маленький кусок он здесь твердо и давлю а у меня рука прям съезжает а ну попробую без перчатки они съезжают еще сильнее думаю перчатка скользит понятно что рука съезжает сильнее и ну естественно ощущается сама тонкая рукоять плюс все вот эти вот выступы не лучше не на перчатку кончик клинка совсем тоненький ну как не прям уж иголочка но все равно какую-то супер нагрузку ему давать нежелательно но зато протыкает он наверное хорошо с таким кончиком должен наверно справляться хорошо сейчас все и посмотрим у нажаясь под пальцевый упор не очень большой но он работает в данном случае он помогает рука упирается и никуда туда дальше не скользит он здесь вообще такое толстенное вот это я выбрал задачу руку не проткнуть на вот здесь где более мягкий конечно входит просто без без вопросов там на донышке такой толстенный здесь протыкает очень легко еще раз на донышке реально хоть бы руку не проткнуть чтоб не соскочил и слегка теперь поковыряю такую сосновую планочку она мягкая но все равно как-то сильно вгонять нож и не хочется страшновато да нужно аккуратно аккуратненько какими-то такими проворачивающими движениями да что-то вот можно как-то поглубже загнать где он там потолще а сам кончик он очень узкий тонкий повторюсь не не прям иголочка но все равно довольно тонкий лучше такими какими-то вот движениями проворачивая его но лучше такого вообще не делать естественно этим ножом так то другим каким-то можно но этим так себе в общем очень очень аккуратно очень деликатно надо это делать боюсь согнуть отломать может вон может он и не отломится а вот согнуть как-то его мне кажется можно ладно хватит и на этой же речке попробую как делать им стружку тоненькую стружку как бы как бы делает даже не пойму хорошо или плохо врезание есть да так вот в руку крепкого взять не получается опять же из-за его рукояти просто его невозможно там сжать хорошо так чтобы он зафиксировался в руке вот такой вот хват самый нормальный для этого ножа самый удобный под пальцевую выемку до режут хорошо в зависи на мягко но все равно врезается хотел тонкую стружку получилось даже такая вот толстая перед тем как стружить деревяшки порежу по стружу такую вот плиту врезается легко первый рез и прям врезался прям хорошо идет очень легко врезается ну понятно поддавливает естественно но именно само врезание происходит очень легко шикарно просто класс это наверно один из лучших результатов именно по этому материалу среди ножей которые я тестировал ну который тестировал на этом материале класс режет прям очень хорошо это же сосновая речка и постружу ее перестружу ну опять же строгать неудобно из-за узкой рукояти он там внутри его нужно так сильно сжимать чтобы он не крутился так-то врезается нормально хорошо даже вот даже сильно туда но неудобно прокручивается ну и подмятие тут нужны перчатки я не знаю какие-то варежки нужны ну или держаться вот таким образом за под пальцевую выемку и палец класть сюда на обувь наверно так будет лучше но не совсем удобно я так не люблю строгать да никогда так не делаю но так менее болезненно до врезается вот в мягкую сосну прям очень хорошо да щипа какая прекрасная да таким обычным хватом неудобно поддавливает конечно но врезание сосну отличная ах ух как хорошо ух ах ну достружу блин с каждым разом не вот так вот лучше на обувь давить с каждым движением все сильнее он впивается в меня готово далее сухой бук в этом смысла вообще нет никакого блин он мне руку после первого раза так намнет я чувствую но мне интересно просто как он будет врезаться в эту твердую древесину я не буду естественно это перестругивать сюда так хотя бы несколько раз каково будет его врезание неплохо неплохо да если взять его нормально в руку была такая хорошая рукоять то так просто мне неудобно давить до врезаются вот даже есть стружка не просто нам как-то слетается скабливает какую-то пыль как как бывает иногда а врезание есть вот так вот еще до с пальцем на обувь еще можно что-то подальше его еще так вот переставить это нашел самый удобный кстати хват для строгания если вдруг могла ли кому-то надо то максимально дальше туда палец переставлять и видно какие завитки до врезается нож хорошо интересный довольно любопытный нож как я называю нож из прошлого сейчас конечно же для чего-то он может быть неудобно и естественно это никакой не универсальный нож но в то время это просто я не знаю это просто было что-то с чем-то я считаю но об этом всем еще детально я поговорю на обзоре обзор такого душевного ножа должен быть не менее душевном месте и как раз где-то через месяц сок наверное я планирую его сделать но я сейчас собираю все свое барахло и выдвигаюсь дальше на свою прогулку сегодня планирую недалеко пройти не сильно долго в районе 15 километров вот можно видеть сколько я сегодня прошел за какое время со всеми этими тестами съемками и так далее и где-то на середине пути сделаю привал и нарежу этим ножом бутерброды на этом все конец связи и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Интересное местечко нашел Как я называю, приют для странника Хоть это походу частная территория, но табличек нет Какая-то цепочка висит, типа въезд сюда перекрывает Ну, я как бы зашел с другой стороны И вроде как норм Похоже, чья-то такая вот летняя площадка для отдыха И собрался я обедать Бутерброды Взял с собой хлеб, сыр И сейчас все это достаю из рюкзака Раскладываю, вынул дощечку Собрался сейчас нарезать Перекусить с классным видом таким И я понимаю, что я забыл Забыл хлеб, забыл сыр Где-то в подвале В кладовке они у меня остались Когда я собирал рюкзак для теста Все эти веревки Все эти штуковины я накладывал И где-то там выложил из рюкзака Сыр с хлебом И забыл Ну, и что ж Ничего страшного Отобедаю просто чаем с лимоном ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА